знаете чем отличается дилетант от профессионала в любой области тем что дилетант на вырывал каких-то знаний у него есть какие-то чужие мысли и он ссылается всегда на авторов вот этот автор известный ему надо доверять вот эта мысль принадлежит гаю ли цезарю а вот эта мысль принадлежит ньютону а вот эта мысль принадлежит еще кому-то это дилетант дилетант если вы профессионал вы будете свой вопрос видеть целостно вы будете ориентироваться в каких-то в какой-то области целостной пускай эта область не такая большая но у вас будет целостный потоком подход и у вас там будут глубинные знания основанные на вашем опыте то есть вы уже обращаетесь к себе они наружу и знаете вот книга управления восприятием она полностью системно она целостно она дает полностью целостный подход ко всем психотехникам которые есть на рынке сегодня эти все психотехники в основе имеют гипноз включая религию казалось бы как это религия психотехники до в религии тоже ритуалы в религии тоже гипноз в религии тоже засыпание и если вы смотрите целостно то вы будете видеть вот это все целиком одномоментно и понимать как система работает в книге управления восприятием вот я сейчас открыла здесь есть глава 2 про манипуляции техническая часть и здесь дается системный подход вообще какие бывают техники манипулирования сегодня они крайне модный есть нлп есть пикапа есть гипнозы есть управленческие есть лидерские есть вот так и хочется букву л заменить на букву п разные техники есть так вот если мы берем конкретно выделим техники манипулирования это техники основанные на управлении другим человеком без понимания что это твое собственное отражение это знаете это как разрисовывать губной помадой себе нарисовать губки в зеркале так и манипулировать другим человеком то все техники можно разделить на несколько категорий и первая категория это техники манипулирование чувствами из разряда помой за меня пол потом манипулирование действиями потом манипулирование решениями человека манипулирование сознанием человека и манипулирование ценностями человека и узнаете когда мы доходим до манипулирования ценностями человека здесь очень интересно описано как смещается восприятие когда у человека закрывается очень хорошо и диапазон скатывается вот такой когда уже ну ладно так себе хорошо и плохо потом удовлетворительно и плохо человек засовывается в низкочастотное состояние это состояние вины и обиды злости агрессии так далее потому что именно в этих состояниях возможно манипулирование потому что когда вы находитесь в состоянии благодарности вы выводите все в ноль и тогда манипулирование в благодарности невозможно а если вы находитесь в любви если вы осознаете ценность себя если вы осознаете ценность своего зеркала то манипулирование в принципе невозможно то есть когда мы говорим о техниках манипулирования мы говорим они до разве на недоразвитости сознание управляющего стремящегося к власти и и сознание подчиненного которым мы управляем овнами как говорит религия и вот когда мы говорим о манипулировании ценностями здесь вот в этой книге очень классно описано психотехника окно вертона каким образом она двигается то есть первая фаза немыслимо никто не решится и просто обсуждение просто поговорим об этом потом вторая радикально смело плюс дискутирую разделяй властвую понеслось третья фаза приемлемо возможно и плюс уже подменяются понятия и в подмену понятий поехали уже допустимости четвертое разумно объяснили себе и пришли к консенсусу все между собой договорились и сказали да гомосексуализм это прекрасно это уже не болезнь тоже не психическое расстройство это уже норма общества пятое стандартно модно плюс прогнать адекватных правильно долой из толпы адекватных потому что они смотрят и на это говорят вы что того у вас психические больные люди власти и шестое это действующая норма закон плюс перепрошивка молодежи то есть когда в норму вводится уже то что это уже узаконено уже браки разрешены и молодежь пошла перепрошиваться все общество ушло в деградацию и даже самое немыслимое казалось бы уже вошло в обществу как норма точно также в общество можно ввести инцест и любое насилие и все что хотите окно вертона предполагает 6 фаз которые описали я описывала в этой книге достаточно подробно каким образом в общество можно вкинуть любую самую шизоидную идею и общество будет аплодировать принимать законы и при этом будет считать себя адекватным вот смотрите если в это адекватное общество можно всунуть все что угодно так наверное же это общество тогда спит либо она больно изначально конечно если мы будем смотреть про техники манипулирования пойдем дальше то мы найдем что есть техники манипулирования в духовном мире и мы придем к религии буддизм православие к мусульманству и мы будем говорить о подменах духовного развития и социализации когда человек вынужден приходить в практике какие-то духовные либо в религию а приходит он не за тем чтобы найти там бог а затем чтобы социализироваться чтобы быть нужным потому что он не нужен сам себе он хочет внимание потому что он не уделяет внимание сам себе он хочет быть ценным потому что он обесценил сам себя ну правильно он же изначально пришел в страдание он обесценил этот мир через страдание через вину через обиду через всю низкочастотку вот эта книга она очень четко приводит к осознаванию того, что человек, занимаясь любыми психотехниками стадии гипнотической, то есть, которые сводятся к гипнозу, к управлению, к манипуляциям, к власти, имеет изначально недоразвитое спящее сознание. Бог уснул, и сознание уснуло и закапсулировалось в теле. И оно не может расшириться, оно уходит глубже в сон. Засыпает и засыпает. Даже если при этом он будет самым духовным наставником. И, кстати, очень тяжело тем, кто, например, прошел много разных тренингов, психотехник, им очень тяжело оторваться от власти, сказать, ну как же, я не учитель для тебя. Так ты даже не учитель для себя. Ты просто нуждаешься в социализации, нуждаешься в том, чтобы быть нужным кому-то. И ты, если просто начнешь делать ту же практику зеркала, ты очень быстро придешь к тому, что ты не нужен сам себе. Уже сознание этого дает бонус, дает расширение сознания. Все, что касается книги «Управление восприятием», это возможность сделать шаг из засыпания в просыпание, чтобы проснуться. Если бы я сказала сейчас пробуждение, то надо было искать бы лицо, которое тебя будет будить. Уже ответственность выносится на это лицо, которое тебя должно разбудить. Но не об этом же речь. Речь идет о том, что ты просыпаешься сам. Ответственность на тебе самом за то, что ты либо спишь, либо просыпаешься. И вот, господа, оказывается, что все, что касается просыпания, это только про инфодайвинг. А больше нет психотехник, которые бы были про просыпание. И доказательством тому вторая часть книги «Контракты на бессознательном уровне», где дается полностью раскладка техник гипнотизации и кодирования. Полностью описаны все моменты, связанные с гипнозом, с тем, что происходит в подсознании человека. Да, гипноз – это про власть, это про манипуляции, это про управление, это про силовые какие-то моменты, это про эго, это про я, это состояние власти. И вот когда мы говорим о состояниях власти, нам сразу хочется… Вспоминаем голос, постановка, тон, постановка. Тут же хочется в науку рвануть. Поэтому тут же у нас есть таблица физиологических реакций Коткова. Она же основана на исследованиях Павлова, Бехтерева и так далее. Мы же такие умные, мы же такие важные. Это все про засыпание, это все некомпенсированное состояние. Увы, увы, даже если вы их назовете терапевтическими, даже если вы оденете халат доктора и будете говорить, ну как же, вы ничего не понимаете, а в психиатрии, а в психотерапии вы можете говорить самые громкие слова. А можете взять эту книгу как учебник. Учебник, который дает возможность расширить сознание и взглянуть на все психотехники, имеющиеся сегодня на рынке, как на гипноз. И подвести для себя четко черту, разобрав по таблице Коткова все физиологические состояния. Полностью. Какая, к какой фазе, что относится. Показатели второй степени, третьей стадии. Загипнотизированно отмечается полное исчезновение собственных мыслей. Он слышит только голос гипнотерапевта. Наблюдается титаническая каталепсия. Поднятая рука пружинит. И поехали. Здесь уже описана физиология. И таким образом, к концу книги, когда вы ее будете дочитывать, у вас в голове будет ясность. И вы сможете различать и говорить, не бегать из практики в практику. Ой, сегодня я на рейке, завтра я на космоэнергетику, послезавтра на тета-хилинг, а после-послезавтра на гештальт. И я буду самой умной, самой-самой-самой. А гипноз, он решит вообще все мои проблемы. Это все гипноз. И религия – это гипноз. И про перекрывание каналов восприятия в церкви, или в ашраме, или в мечети. Вы все здесь прочтете. Здесь все честно, это разложено и описано. Как выключается сознание человека, как оно вводится в транс, в сон. Человек засыпает, и его сознанием начинает управлять третье лицо. И это третье лицо всегда властвует. И это не про развитие, это про деградацию. Но как же себе тяжело признаться. Я мастер, я получил столько сертификатов, я получил столько званий, я могу столько медалек на себя повесить. А мне надо признать, что при этом я засыпал, и при этом я лгал сам себе. И при этом я никакой не мастер. Потому что мастером я буду тогда, когда я возьму ответственность за свою жизнь и проснусь. А проснусь – это когда мое сознание выйдет за пределы тела. Когда тело будет в сознании. То есть наша психика расширится настолько, что она будет за пределами тела. Это уже про определенные психические способности. Это про выход из круга сансары. Это про отмену кармы. Отмену родовых программ. Это про чистое зеркало. Это про искренность, открытость, когда вы являетесь сами собой. Это про любовь. Это про себя настоящего. Ключ – искренность с самим собой. Вот это та ниточка, клубочка Бабы-Яги. Если вы за нее будете держаться, то вы к себе сможете прийти. И это будет про просыпание. Да, будет очень много боли, чтобы очистить зеркало, чтобы стать самим собой. Но именно боль двигает развитие человека и дает возможность расширить сознание. Но это путь. Мы пришли в эту игру для того, чтобы вспомнить, кто мы есть. Проснуться и вернуться к себе настоящим и искренним. А входили мы в свое время в эту игру богами. Представляете, насколько боги заснули и деградировали, что сегодня они считают, что они произошли от обезьяны. Более того, есть те боги спящие, которые считают, что им путь их развития должны показать. Грибы там, мухоморы, или ауяска там, ляна, или еще, 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 вынося ответственность на кого угодно, только не на себя. Насколько должны были уснуть боги, чтобы быть абсолютно неблагодарными своим зеркалам, своим близким, родным, родителям, людям, которые окружают. Опять-таки, своим народом, своим государством, своим правителям, тем, кто обеспечивает на игровой карте возможность играть в свои игры. Просто неблагодарны. Потому что именно через благодарность все дурацкие игры сворачиваются. А дурацкие игры – это игры, основанные на манипуляциях, на власти, на управлении. Вот они. Игры, которые от благодарности и ниже. И в этих играх присутствует и гордыня, и жалость, и гордость, и сострадание, и вина, и обида, и все, что угодно. Злость, агрессия, жадность. И все это надо осознать, отыграть, получить опыт и завершить через благодарность. Представляете, как тяжело выйти, например, в благодарность к жадности. Это же надо осознать полностью свою жадность. В благодарность к вине надо осознать полностью. Ну да, это кажется невозможно. Но в то же самое время, именно при расширении сознания за пределы тела, получается, что Бог, Он не хочет испытывать чувство вины. И если Он не хочет испытывать чувство вины, то Он найдет, как осознать в благодарности вину. Бог не хочет испытывать чувство жадности. И если не хочет, Он завершит это чувство через благодарность. Благодарность для того, чтобы заменить его другим чувством. Чувством, что весь мир – это ты. У тебя есть все. В этом мире у тебя есть все. И тогда у тебя есть все. И тогда те психотехники, изобилие и так далее, они работают вот так. А пока вы спите, и пока сознание в теле спит, то вы можете проговаривать любые мантры. Они работать не будут. Потому что вы будете идти по автоматическому сценарию. И даже ваш приход на тот или иной тренинг предопределен вашим автоматическим сценарием. Как шанс, как возможность проснуться, если вдруг повезет. Но почему-то никому не везет. Путь к себе начинается с осознания гипноза. И с осознания того, что своим восприятием можно управлять. Книга «Управление восприятием». Наталья Зайцева. Написана в 2017-м или 2018-м. В 2016-м даже, наверное, году. Первая в 2016-м году написана. Ей уже даже много лет. И многим людям она помогла прийти к изучению гипноза. И в моменты, когда они все-таки стали мастерами в гипнозе, они поняли, что надо идти дальше. Надо идти за сомномбулизм по таблице Каткова, за стадию сомномбулизма, зомбирования. А там инфодайвинг, там парасомномбулизм. И в эти состояния можно войти только через благодарность и искреннюю радость, через возвращение к себе. Иначе парасомномбулизм будет недоступен. Если вам эти темы интересны, мы поговорим о них дальше. И в следующей нашей беседе мы перейдем к инфодайвингу. А пока мы говорили о гипнозе.